Политические долгожители это не только признак диктатуры. В демократических государствах 10 лет на посту руководителя это заслуга. Доверие избирателей нужно не только завоевать, но и удержать. Ангела Меркель в канцлерском кресле стала общеевропейским лидером, жить посредством и помогать ближнему. Дочь пастора из восточной Германии сохранила свои лютеранские идеалы. Биографию, характер и систему ценностей канцлерины изучил Константин Гальденцвайк. Озера и леса 16 тысяч жителей. Единственное развлечение воскресный рынок на городской площади Темплин. Малая родина Ангелы Меркель воплощению сонной гадыровской провинции. Опрятный, небогатый, пожилой. Родина эта так и жила бы спокойно, если б нынешней осенью здесь в один миг не прописалось две сотни беженцев. Они в восторге. Мы все, все, кто приехал из Сирии, любим Меркель. Она такая хорошая. Я думаю, Меркель помогает, потому что понимает, мы такие же люди, как она сама. Но это гостеприимство далеко не у всех старожилов вызвало столь же теплые чувства. Прежде чужие в этой прусской глуши не ходили. Первые к нам уже пожаловали. Они такие наглые, впятером занимают дорожку для велосипедов. Я в звонок звоню, а они лишь на меня глядят и не с места. Мы ведь даже не знаем, кто сюда приезжает, что это за люди, и не захотят ли они вслед за собой переправить в Германию всю родню. В ноябре 2005-го настроения здесь были другие. В темплине, затаив дыхание, смотрели по телевизору, как их соседка, одноклассница или подруга детства Ангела Каснер, позже ставшая Меркель, давала канцлерскую присягу. Первой в истории главой Германии женщиной, да к тому же своей, родом из ГДР. Тут гордились все эти годы. Когда выводила страну из финансовых кризисов, когда избавляла от последних долгов, укрепляла Евросоюз и обуздывала несогласных, расточительных греков, россиян, разругавшихся с украинцами, любое испытание Меркель преодолевала с присущими ей расчетом и осторожностью. Волю чувствам почти не давала. Может, не было таких поводов? Как не поддаться эмоциям, когда к тебе, как спасителю, стучится в гости полмира, измученного на войне? Когда детям беженцев приходится говорить, всех не примем, а в ответ льются слезы. Это был самый трудный для нее год. Чем сильнее на фоне такого наплыва мигрантов падал рейтинг Ангелы Меркель, тем настойчивее она повторяла согражданам. Помощь беженцам — это обязанность современной Европы. И она с этим справится, даже если пока не выходит. Это в любом случае было эмоциональное решение. Возможно, дело в происхождении. Меркель из семьи евангелического паста. Ей стыдно, что подобное происходит сегодня в Европе. А может, канцлер сочла, что в этой Европе немцы должны не просто лидировать из-за экономической мощи, но и показывать миру свое гуманное лицо. Сама Ангела Меркель в прошлом неприметный ученый-химик. За долгую карьеру примерила несколько лиц. И ей часто это вменяли в вину. Вот она, лидер крупнейшей либеральной партии ФРГ — Христианско-Демократического Союза. А вот юный член общества советско-немецкой дружбы. И секретарь по агитации, и пропаганде райкома Союза свободной молодежи ГДР. Аналога советского комсомола. Идеалы свободного рынка и демократии Ангела Меркель переняла за каких-то несколько месяцев после падения стены. Она не была правозащитницей и не боролась с ГДРовским режимом. Строго говоря, Меркель к нему приспособилась. В партию не вступала, но пыталась жить в ГДР своей тихой жизнью. Однако в том-то и заключается ее сила, что, будучи уже взрослым человеком, она взялась построить политическую карьеру в объединенной Германии. Ее не подтолкнули к этому убеждению. Меркель вообще случайно примкнула к христианским демократам. У руля крупнейшей и авторитетнейшей партии Германии до сих пор не было выходцев из ГДР. Ангелой Меркель, по признанию однопартийцев, оставалась долгие годы своей среди чужих и чужой среди своих. Ни харизмы Гермута Коли, ни широких жестов от Герхарда Шрёдера. Вместо этого протестантские трудолюбие, осмотрительность и смирение. У нее старомодные добродетели. Она скучна, прозаична, серьезна и дает народу чувство защищенности. В стране запрос на общественное согласие, на стремление к единой цели, и никто не хочет межпартийных конфликтов. Меркель олицетворение этого запроса. Запросы избирателей менялись, и Меркель меняла принципы. До трагедии в Фукусиме она решительно выступала за атомную энергетику. После массовых протестов также решительно была против. Она строила коалиции с правыми, левыми и не считала зазорным, чем вести свой народ, идти за народом. Да и вообще не надо выпячиваться. Если ее визит к нам и можно заметить, то разве что, когда госпожа Меркель в кабачок зайдет или в магазине что-нибудь купит. Конечно, виден черный лимузин для темплина, это непривычно. Но в остальном ничего такого. Ни особых мер безопасности, ни перекрытых дорог, ничто не нарушает повседневную жизнь города. Ни официальных резиденций, ни секретных дворцов. В распоряжении у самой влиятельной женщины мира лишь небольшая загородная дача, плюс квартира в центре Берлина. Вот здесь четвертый этаж обычного многоквартирного дома. Как правило, у входа здесь дежурит наряд полиции. В остальном ничего удивительного. Говорят, что сюда же к Меркель приезжает и ее партниха примерять одежду. Правда, опять же, знаменитые пиджаки за свой счет. От официальных апартаментов в здании ведомства канцлера Ангела Меркель, едва вступив в должность, отказалась. Хотя за эту скромность и открытость приходится платить. В 2007-м обнаружилось, что квартира Ангелы Меркель была насквозь видна видеокамерам службы охраны Пергамского музея, расположенного напротив. А четыре года спустя к ее соседям и вовсе залез вор, убедивший на входе полицейских, что он идет в гости к немецкому канцлеру. Сравнение с резиденцией российского коллеги излишне. По-моему, Меркель просто не интересует деньги. Я ни разу не замечал за годы работы рядом с ней, чтобы ее очаровывали какие-то богатства. Вот Герхард Шрёдер, другое дело, его всегда раздражало, что на встрече с топ-менеджерами каждый из них был богаче его, немецкого канцлера. А Меркель куда больше занимает сама власть, возможность проводить свои решения. Решения или их отсутствие в разгар миграционного кризиса оказались настолько непопулярными даже в рядах самой правящей партии, что в ХДС пошли слухи о возможном свержении Меркель и спекуляции о ее преемнике. На этот пост якобы уже прочат главу Минфина Вольга Гешойбле или министра обороны Урсулу фон дер Ляйен. Но даже с учетом последних потерь, говорят социологи, рейтинг Меркель превышает солидные 40%. Запас прочности у тефлоновой канцлерши, как ее давно уже окрестила немецкая пресса, все еще есть. Но вот есть ли желание продолжать бой? Не думаю, что продолжительность правления Меркель, продержится ли она у власти дольше Аденаура или Коля, является для нее краеугольным вопросом. Скорее она считает, что ей нужно еще многое успеть, что не все еще сделано. Так что, наверное, Меркель с присущей ей ответственностью примет решение вновь баллотироваться на выборах в 2017. И, скорее всего, на них победит. Но уж точно не это главное. След в истории страны, ставший при ней сильнейшей в Европе, Ангела Меркель уже оставила. Константин Клинсвай, Кирилл Бутырин. Специально для RTVI из Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова